всем привет с вами канал youtube я и мой принтер сегодня у нас в рубрике будет вот такой вот МФУшка такая вот модель поэкспериментируем маленько наподобие модель канона я снимал тут у меня подписчик спросил вопросы я ответил что скоро буду снимать видео маленькое видео задержалось месяцок давайте начнем смотреть как он впечатает вначале здесь кадры вообще не печатали цветной не получилось отмочить а черный не получается никак итак принтер вышел готовность нажимаем на цветную печать видим у нас гайд ошибка посмотрите сюда займете бумаги почему она заминает я не знаю экспериментировал чтобы эта ошибка исчезла нажимаем на крестик так ошибка исчезает нажимаем заново я бумагу и поджимаю и все равно наша бумага не уходит итак давайте попробуем первый эксперимент который нашел в интернете то есть взять ролики и протереть их давайте сделаем это то есть здесь у нас имеются ролики захвата такие два резиновых ролика там они вдали видны беру ватку просто сейчас буду их протирать удобно и подлезть чтобы она была потом не подлезть не разбирая ваш принтер надо вытащить эту площадочку чтобы вытащить так на серединку я нажал и вот это наша подставочка сейчас их видно видно вот более-менее вон они серенькие и протираем их то есть наша задача лишний раз не залазить в принтер под ними протерли их покрутили протерли также посмотрели чтобы у вас там не было никакого препятствия такая ватная палочка ставим наш лоток обратно принтер наш вышла в готовность опять нажимаем на цветную печать опять такая же ошибка что-то сбрасываем ошибку нажимаем опять на цветную копию опять такая же ошибка вариантов может быть два или мы плохо протерли ролики или возможно что-то с механизмом так увы не забирая принтер я вам бы сказать не смог никак потому что я на самом деле не знаю в чем то может быть дело еще покажу один момент для вас внизу застрянет бумага здесь есть такие защелочки на их нажимаем на две защелочки то есть вот отсюда можем вытащить бумагу вашу если у вас в середине застряла бумага еще один момент забыл показать пока мы будем разбирать сейчас вытащим отсюда картридж вытаскиваем цветной картридж проверяем таких нету засохший вытаскиваем черный картридж тоже нет на картридже вот эти видим xl то есть это увеличенный объем картриджей а не пробник который буду вас идти в магазине то есть получается когда покупаете магазине там стоит у нас не увеличены обыкновенный пробник сейчас объясню чем отличается вот получается картриджей у нас xl а вот получается что у вас в магазине то есть если xl у них целиком стеночки идут полностью который продает магазине они видим пополам то есть как сделано в два раза меньше вот и отличие то есть когда будете покупать такие картриджи смотрите чтобы обстоял xl увеличенный объем картриджей будет написано а черный свет вообще вот так вот то есть видим здесь какой темный цвет объем и здесь какой темный цвет объем то есть грубо говоря у черного вот такая вот зубочка видим там внизу фильтр я уже показывал тысяч раз то есть если вы будете заправлять и нечаянно его проткнете то у вас чернила потекут отсюда и будут постоянно печь и это картридж выкидывать губка вот такая вот тут и мягенькая здесь у вас чернилах она вся затвердевает и получается у вас грубо говоря чернила у вас засыхает и образуется такой звон если вы пользуетесь такими принтерами такими картриджами не забывайте их постоянно заправлять хватает их ненамного они рабочие если ваш принтер не определяет как же смотрите эти контакты также эти контакты куда мы вставляем здесь чтобы у вас не были чистые отмокнут эти ваши картридж или не отмокнуты 50 на 50 то есть пока принтер видят ваш картридж вы можете питаться отмачивать его и печатать как только в картридже будет ошибки он вы не уверен будет писать замените картридж схемка который она сгорела и вы уже ничего не сделаете вам только придется покупать новый картридж попробовал я их расклеивать мыть промывать обратно заклеивать получалась разгерметизация и кадры же вели себя отвратительно то есть смысл их расклеивать по промывать и заклеивать не вижу конечно если вам охота попробовать аккуратненько постараться то есть вы отклеили и все очистили шинковали это у вас идет столько времени что думаю это того не стоит и потом раза два печатали и ваш принтер не увидел картридж и вы выкидываете а уже времени у вас ушло много как обычно я делаю ставлю на салфетку и оставлю в дистиллированную воду то как ставить и можете сюда залить водой дистиллированной жидкости сюда отмывающей не заливайте потом потому что вы от пены закрепитесь избавляться таким образом я отмочил этот цветной картридж черными так отмочить и не получилось еще раз обратите внимание на фильтр когда будете заправлять аккуратно с этой она очень очень мягкая также вы даже иногда можете размочить губку вот получается вот эти дюзы и вот эта губка в середине может сильно сильно засохнуть в чернилах и ее надо будет долго размачивать то есть иногда и не получается размочить все думаю с картриджами мы разобрались и переходим разборки нашего аппарата что же давайте начнем разборку нашего МФУ чтобы его разобрать вам понадобятся такие вот отвертки с звездочкой получается одна Т7 С2 а другая С2Т9 открыли нашу вот эту лыжечку обратите внимание на вот эту пружинку которая расположена откручиваем раз винтик и два винтика винтика здесь вот такие звездочкой поставили принтер и откручиваем отсюда два винтика раз винтик и два винтик если у вас не получается достать до винтиков можете смело снять эту крыжечку то есть подставляем сюда терточку и вот таким образом наша крыжечка снимается то есть видим здесь такая защелочка как бы она целиковая а здесь как раз она сделана под углом чтобы потом удобно ее поставить и не сломать открутили такие же два винтика теперь будем доставать блок сканера чтобы его достать нам надо защелочки видим сильно не вынимайте если что-то у вас не получается еще защелочки видим все легко выходит затем видим у нас два шлейфа то есть мы снимаем 1 шлейф наш схема на панель управления вот этот шлейф у нас идет на панель управления который отсюда выходит маленький а вот этот шлейф идет на блок сканера который подходит вот сюда смотрим внутри состояние у нашего мфу что мы замечаем посмотрите на этот язычок то есть видим я его веду он у нас не уходит на место западать когда принтер начинает работать он у нас должен уходить разберемся потом так как у нас была проблема с захватом бумаги сейчас нам придется разобрать весь принтер заодно его отмоем посмотрим какие еще проблемы есть вот она наша схемка где расположена процессор схемы для управления нашего принтера шлейф который идет на каретку затем датчики от мотора шлейф сейчас будем разбирать и потом посмотрим что откуда идет посмотрите расположение убираем наши провода затем аккуратненько убираем наш шлейф после чего откручиваем после чего откручиваем раз два три винтика здесь у нас два винтика получаются вот такие еще перед тем как открутить этот винтик видимо у нас идет шлейф который идет на датчик который идет на датчик на палату потом покажу я что расположено тоже убираем наш шлейф здесь винтик вот такой будет достали нашу схему видите здесь тоже как будто откислено как будто по цвету. Затем будем доставать все основание, где расположена наша каретка, шлейф, энкодерная лента, чтобы его достать нам надо будет открутить 1 винтик, 2 винтик, 3 винтик. Отсюда мы открутили винтик по железу, отсюда мы открутили винтик по пластмассе, отсюда мы открутили винтик по пластмассе. Эта часть у нас достается, обратите внимание на эту защелочку и на эту беленькую, то есть она вам не будет давать двигаться. Поэтому берем за эту сторону, приподнимаем и потихоньку вот так вот ее вытаскиваем. Вытащили основание, где расположен у нас двигатель, ролики, протяжки бумаги и каретка. Обратите внимание на энкодерную ленту, здесь мы даже мейка поцарапанная. Чтобы вам снять энкодерную ленту, обратите внимание, как она стоит стрелочкой вверх, нажимаем сюда пальцем. После того, как нажали, она легко выходит. вверх. Обратите внимание на датчик, где она расположена. Внутри. То есть, вот видимо, внутри. То есть, ваша вот эта лента. отвечает за каретку, за ширину бумаги. За счет нее ваш принтер определяет, сколько ему ходить влево или вправо этой каретки. Если у вас будет необходимость сменить ваш двигатель, то есть, если ваш принтер перестал двигать вашу каретку. Вот так вот. И вы посмотрели на двигатель. У вас здесь нагар или еще что-нибудь. Чтобы его снять, откручиваем два винтика. Винтики здесь вот такие вот маленькие. После чего, ваш двигатель выйдет отсюда. Такая вот двигатель обмарочка. Чтобы ваши винтики не потерять, закрутите их обратно. Попробовали ваш моторчик. Посмотрели здесь я, чтобы не было нагара. Чтобы снять ваш ремень с осью, где расположена каретка. Здесь имеется такая пружинка. Пружинка. С ней мальца. Где-то два сантиметра пружинка. Одно ушко большое. Одно маленькое. Тут такая же пружинка. Пружинки одинаковые. Снимаем стопорную шайбу. Такая вот стопорная шайба. После чего наша ось выходит. Затем, чтобы не потерять натяжитель. Как он был? Уберите его. Теперь нам надо достать шлейф. Чтобы его достать, здесь такая вот защелочка. Мы отодвигаем. И получается такая подставочка с пружинкой выпадает. На эту защелочку нажали. И она выпала. Полтора сантиметра. Еще раз показываю. Нажимаем. И она выходит. Ролики протяжки все одинаковые. Ничего тут показывать ничего больше. Затем, чтобы нам заменить шлейф, нам надо снять подставочку. У нас снимается вот здесь. Пекающая карточка. Нажимаем на нее. Вот на эту нажимаем. И вот на эту нажимаем. Все. Основание у нас готово. Готово. Шлейф здесь вот такой вот. Если вы захотите еще разобрать дальше. Здесь вот имеется вот такие вот защелочки. Надо на них нажать. Три штучки. И таким вот образом снимается ваш пластмасская верхняя, куда вставляются картриджи. То есть за счет вот этих защелок ваши картриджи вставляются и не вылетают. Ваш принтер не видит ваши картриджи. Обратите внимание на эту схемку. То есть на контакты. Вслед за ним может быть что-то вот здесь попала вода. Или чернила. Может она перегореть. Ну или по цепочке сама плата. То есть датчик под конкодерную ленту. Когда будете ставить обязательно протрите его. Чтобы он работал хорошо. Но если захотите сменить ремень. Вам надо будет снять вот эту железочку. Поставить ремень. И одеть обратно железочку. Больше здесь вам рассказывать нечего. Так же перед тем как менять все эти схемки. Вот это. Попробуйте вначале звонить шлейф. Может что-то у вас в шлейфе. Где-то что-то лопнуло. А вы будете менять все целиком. Ну на этом эту часть мы разобрали. И так, так как копаться в этом принтере грязно не сильно интересно. Давайте снимем все электронные части. То есть вот эту схемку. Двигатель. Такой вот винтик по металлу. На этой схемке видим расположены две актопары. То есть одна актопара у нас отвечает за энкодерное колесо. Которое вставляется сюда во внутрь. А вторая за закрытие и открытие нашей крышки. То есть вот мы видим датчик наш. Мы закрываем. Наш пластмасска поднимается. И таким образом перекрывает сигнал актопары. И таким образом ваш принтер знает, что ваша дверь закрыта. Закрываем нашу дверку. Затем вытаскиваем наш датчик закрытия дверей. После чего откручиваем вот этот винтик. И снимаем наш все основание. Винтик здесь вот такой. И здесь получается вот еще один винтик. Вот он. Винтик вот такой вот. Следующим образом беремся. Вот эту штучку. Пол протяжки. И поднимаем. И аккуратненько. Видим вот эту часть. Нам не дается сняться. Потому что здесь накрутили еще один винтик. Накрутили. Теперь вот эту пластмассочку, куда сливаются ваши чернила, вытащили. Теперь спокойно. Ваш вал. С инкодером. Колесом. Мыть мы наше основание еще не можем. Нам надо открутить два винтика. Чтобы снять блок питания. Раз винтик. Два винтика. Откручиваем. И открутили два винтика. Наша защитная кожа. С блоком питания. Провод вот расположенный. Было вот так вот. Вытащили. Блок питания здесь вот такой вот. Двадцать два вольта. Постоянно очень много вопросов. Как я мою. Вот. Включаю воду. Достаю воду. Достаю воду. Достаю воду. Вот такая щетка. В принципе, вот так и я отмываю все свои принтеры. Поставил я облако на обратном паковал, чтобы посмотреть, почему не захватывает бумагу. То есть вот поставил я два леска, вращаю наш тефлонный вал, видим принтер почему-то у нас ролики вращаются, а бумага не захватывается. Нажимаю маленько на ось, все, бумага наша пошла. А когда один листочек, нажимаю на ось и, видимо, опустил, бумага все равно идти не хочет. Не знаю почему, у этих принтеров всегда, когда один листочек, бумага идти не хочет. кто тут у нас участвует в захвате бумаги. Получается раз пружинка, два пружинка, сами два резиновых ролика захвата. И, возможно, что-то здесь еще не до конца как-то встает. Так же вот эти отделители бумаги. Следующим образом, как появляется, исчезает язычок. Видим, язычок появился и не хочет исчезать. Сейчас я буду крутить вращать. Он у нас не исчезает. Сейчас, хоп, исчез. Сейчас он у нас не появляется. Теперь я нажимаю сюда и язычок появился. То есть, вот этот язычок, когда вы ставите очистку вашего картриджа, он ездит по вашему картриджу внизу и очищает вот эту часть. Вот для чего он нужен. Обратите внимание на этот пластиковый датчик. Как язычок, тут тоже скажите, что у меня не язычки. То есть, когда я вращаю, сейчас она подденет направляющую, вот эта черная, и наш язычок прячется. Что тут еще интересного я увидел? Еще вот эта планочка есть. То есть, видим планочка. Когда мы закрываем дверцу, ваш принтер может сказать у вас закрыта дверца, откройте ее. То есть, когда вы ее открываете, отсюда не видно, вот она закрывает вот эту шестеренку и не дает вашей вот этой оси двигаться ни вниз, ни вверх. Когда у вас крышка закрыта. Когда передняя крышка у вас закрыта. Вот для чего нужен этот язычок. Так что, если будет такая ошибка, закройте переднюю крышку. Обратите внимание на эту детальку. Итак, поняли. То есть, вот это у нас ось. Протяжки листа. Из нее расположены один датчик, за который кричает за падение язычка внутрь. И также шестеренка на этот датчик. Вот, если будут две ошибки, вы уже знаете на что смотреть. Следующим образом разберем вот эту часть. То есть, вот сюда сливается чернила отработки. Затем обратите внимание, когда я открываю переднюю часть. То есть, когда я засовываю картридж. Как работает ваш этот механизм. Здесь губка. Памперс. Не знаю, для чего оно нужно. Потому что я уже смотрел, смотрел. Понятно, что здесь находится памперс. То есть, сюда встают картриджи шли. И сливается чернила, когда ставишь на прокачку. Ну, такой функции не знаю. У нее нет. Помпы здесь и нету. Когда будете разбирать, у вас может вылететь вот эта шестереночка. Вот эта. Обратите на нее внимание. Не потеряйте ее. Она одинаковая с обеих сторон. Давайте снимем этот механизм. И посмотрим, из чего он состоит. Чтобы его снять, нам надо будет открутить раз винтик. Два винтик. Здесь получается три винтик. И вот здесь, конечно, будет остаться с проблемой. Ну, там увидите, четыре винтика. Вон там четыре винтика. Также снимите эту пружинку и эту пружинку. Проблемы связаны с этим принтером или в ролике захвата бумаги, или, может, в ослаблении самих боковых двух пружин. Ну, посмотрим. Сейчас отмоем, смажем, соберем и испытаем. Открутили два винтика. Вот отсюда. Вот такие вот. Затем я снимаю две пружинки. Вроде пружинка в состоянии хорошая, не растянутая. Полтора сантиметра одна пружинка. Открутили отсюда винтик. Если у вас есть удлинитель, натер вот замечательно. То есть вы сможете долезть до этого винтика и снять целиком этот механизм. Так как у меня удлинителя нет, будем действовать по-другому. То есть, получается, мы сняли заднюю крышку. Здесь у нас такие защелочки. Мы их нажимаем. Защелки все отстегнули. Левый край с направляющей здесь скинули. То есть вот отсюда, чтобы вам не мешало. И достаем вот эту нашу часть. Смотрим наши вот эти отделители. То есть, вроде работает, функционирует все нормально. Смазочка есть. Ну, еще смажу потом. В общем, всякое попробовал. Никак его не достать. Взял такой удлинитель, какой я нашел. Засунул его. И у меня получилось его открутить. То есть, когда будете разбирать, купите отвертку просто такие. Набор на 10 и на 9. Как я показывал в самом начале. Теперь мы можем спокойно вытащить весь наш механизм. Механизм мы вытащили. Итак, осталось у нас посадочное место. Здесь видим, куда наши картриджи садятся. Вот эти резиновые уплотнители. Примыкаются к ним снизу. Таким образом туда не попадает воздух. И картриджи наши сильно не засыхают. Посмотрите, чтобы они у вас хорошо работали. Снимаем прожитку. Вдруг у вас будет необходимость сюда залезть. Пружинка. Где-то 2,5 см. Откручиваем. Откручиваем 2 винтика. Открутили 2 винтика. Достаем. Наш язычок. С прожитками. Видим здесь в механизме смазки. Нескорочка. Будем собирать. Смажем. То есть она должна работать. Вот так язычок вырос. Здесь язычок наш осью супнился. Она дошла. А он как-то маленько заедает. В следующей части буду разбирать, смазывать и собирать. Следующим шагом у нас осталось само посадочное место. То есть видим здесь направляющая. Легко вылазит. Тут ничего такого нету. И остался у вас датчик прохода бумаги. То есть если у вас будет ошибка займите бумаги. Вот он датчик прохода бумаги. Бумага проходит здесь. И датчик показывает ее местоположение. Чтобы его достать, откручиваем этот винтик. Винтик такой же. Снимаем корпус. Расположение провода. Расположение датчика. То есть чтобы датчик нам снять, две защелки убираем. Вот она хто пара. Здесь почистите. Также сам флажок с пружинкой. Снимаем его. Здесь по бокам видим такие зажимы. Чтобы его вытащить, нам надо этот зажим разогнуть. Потом этот зажим разогнуть. То есть вот наш датчик, который отвечает за проход бумаги. С такой пружинкой. Пружинка у нас получается здесь. Вот такая вот. Где-то на полтора сантиметра. В принципе здесь больше разбирать нечего. Можно теперь еще раз вот мыть. Чтобы этих чернил не было. Больше я вам рассказать не знаю что. Что это за чудо? Пластмасска. Так я и не пойму. На этом я заканчиваю свое видео. Если вам понравилось не забывайте ставить глаз. Поддерживать канал. Подписывайтесь в группу ВК. Пишите свои истории об этом принтере. Что было у вас. Всего хорошего. До свидания.